Почти 20 гектаров земли оккупировала городская свалка. Здесь покоится около 30 миллионов кубических метров всевозможных отходов. И это лишь приблизительные данные. Многие годы череповцу не удавалось вести учет каждого привозимого сюда килограмма бытового мусора. Соответственно, и реальные доходы посчитать было трудно. Сегодня эта проблема решена. Ни один автомобиль теперь не попадает на свалку без взвешивания. При въезде появились контрольные весы, которые не обманешь. Устройство, которое обошлось городом в миллион рублей, наконец позволит вести четкий контроль за движением транспорта и количеством привозимого мусора, отметил начальник департамента ЖКХ Валентин Трубчанин. Вот вы видите, машина подъезжает, машина становится на весы, провешивается, известен вес самого автотранспортного средства, вычитается за минусом, собственно, тот мусор, который привезен. То есть есть нормальный четкий учет. А раньше не было? Раньше не было. Раньше мы понимали кубатуру автотранспорта, сколько там примерного этого мусора и примерное сплодирование. То есть теперь четко с сегодняшнего дня осуществляется уже конкретный контроль за привозимым мусором, что очень-очень важно. И с точки зрения учетной политики, и с точки зрения финансов и элементарного порядка. Еще одно приобретение города – уникальный каток-уплотнитель. Он произведен в Рыбинске. Штука дорогая, более 6 миллионов рублей. Тяжелая, 25 тонн весом. И очень прожорливая. В неделю съедает тысячу литров горючего. При всей своей монументальности очень просто в управлении. Две педали и рычаг. В кабине есть кондиционер и камера заднего наблюдения. Но главное – каток решил самую большую беду любой свалки. Ее пожароопасность. Говорит генеральный директор обслуживающей полигонной организации «Экотранссервис» Алексей Копейкин. Вот весь мусор складируется на данной рабочей карте. Каток-уплотнитель проходит несколько проходов по нему. Приводит в техническое состояние, которое уже можно засыпать изолирующим слоем. После чего данный участок не будет подвергаться возгоранию, даже если очень хорошо постараться. Механизм прост. Каток может уплотнить мусор 8 раз. В итоге рыхлые и легко воспламеняемые отходы жизнедеятельности череповчан становятся монолитом. А это исключает возможность пожара. Продолжение следует...